А ты скажи, а я тебя в жопу посылаю со своими запретами. Да пошла ты в жопу вместе со своими запретами. Это я вам второе замечание делаю. Вы забыли про конституционные права? Мое право высказывать свои мнения по всем вопросам. Читай внимательно. Ду***, а туда же лезешь. Мать тебе натянула. Я один раз четыре замечания сделал. Правильно. По закону мы и делаем. Я не понял, а это угроза что ли? Вы корчите из себя жертву. Вот этому надо научиться. Так и делаю. Опаньки, а это служебный подлог. У меня сложилось впечатление, что они находятся в коррупционной связи. Сведений о доказательствах где? Нету. Но это они пусть у себя на лбу рисуют. Им надо самим вчинять иск. Готовьте исковое заявление. Мы подали встречный иск. Они сейчас кувыркаются, не знают, как от него отвязаться. Вот они здесь и все начинают кувыркаться. Желающих нет. Я желающий, я готов сутками этим заниматься. А почему она имя отчество свое скрыла? Так в том-то и дело, полнейший беспредел. Связь между документами она орет. Почему? Потому что мне этот срач, который происходит в стране, он уже достал. А свои-то данные почему они скрывают? А что, они особые что ли? Наносит ущерб зданию вообще. Так а вы-то тут при чем? Речь идет о служебном подлоге. Я ведь вам не просто информацию даю. Я вам показываю приемы работы с информацией. Кто запрещает? Судья. А она кто такая? И не надо их бояться. Ну я примерно так разговариваю, только вежливо. А на сколько ей лет этой ду***? Зерево-то спроси, я бы спросил. Зерево давно спустилось? На сайт она посылает. Может я послать куда-нибудь? К твоей мантии. Я не вижу здесь правосудия. Я тебя лишаю твоих полномочий. Ты для меня никто и звать тебя не так. У них полномочий нет. Значит, смотрите, еще раз читаем, что такое требования к определению. Давайте открываем. Сейчас открою вам, продемонстрирую, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Мы разговариваем, разговариваем. Статья 225. Мы же по закону идем. Они же нас по закону как пытаются привлечь к ответственности. Да, чтобы мы заплатили. Я правильно понимаю? Ну, пытаются. Ну, да. А мы исходим из чего? Закон он либо для всех, либо не для кого. Если вы вправе действовать в обход закона, то и мы, и нам позволено действовать точно так же. Я правильно рассуждаю, Антон? Ну, да. Формально, да. Как мне пристав позавчера заявил, говорит, шутить будете в другом месте. Я говорю, где, где, в каком инструкции, в каком законе написано, что шутить нельзя тут? Я не понял. Это угроза, что ли? Ну, вот я ему то же самое. Я там взорвался и говорю, слышь, ты... А я просто в мою минутку надо спросить, а вы кто такой? Вы угрожаете, что ли, мне? Ну, я вот ему то же самое взорвался, говорю, слышь, говорю... А нет, взрываться не надо, не надо. Я рекомендую, Антон, чуть-чуть по-другому действовать. Значит, вот когда вот начинаете в эти диалоги ступать, вы самое главное не демонстрируете вот эти взрывы, там, вот эта эмоция. А знаете, есть такой принцип. До какого-то определенного момента корчите из себя жертву. А сами следите внимательно. То есть вы как бы играете с ним в поддавки до того момента, пока он не подставится. А после этого вы уже начинаете быть не жертвой, а охотником. Вы на него нападаете. Вот этому надо научиться. Так и делаю, все на видео снимаю, потом сообщение о совершенном преступлении составляю и отправляю вдаленно. Молодец, правильно. Вот смотрите, давайте, 225-е. Содержание определения суда видно, да? Угу. Вопрос, о котором выносится определение. Где он? Должен быть указан вопрос, о котором выносится определение. Вот оно, определение. Она должна была указать вопрос, о котором выносится определение. А именно, вопрос, соответствует ли исковое заявление по форме содержания требований установленной статьей 131-132 Гражданского процессуального кодекса. Мотивы, по которым суд пришел к своим выводам. Смотрим, что относится. Все спрашивают, а что такое мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, высылка на законы, которыми суд руководствовался. Отлично. Для этого мы определим, что такое у нас мотивы. Открываем 198 статью. Там достаточно хорошо все раскрыто. Мотивировочная часть решения суда. Понятно, да? Отсутствует. Нет, еще раз. Она должна быть. Потому что многие не знают, что такое мотивы. А я вам сейчас показываю, что такое мотивы. Фактически иные обстоятельства дела, установленные судом. Опаньки. А какие фактически иные обстоятельства, установленные судом? Исковое заявление подано таким-то, таким-то лицом. В таком-то, в лице, это, то есть, подано управляющей организацией в лице. Кого? Фамилия, имя, отчество. Действующего по доверенности. Это все фактически иные обстоятельства, установленные судом первой инстанции. Они не указывают в своем определении эти сведения. А они должны быть отражены. Непонятно, да? Или понятно, Антон? Нет, это все ясно. Действия какие? Жалобы у председателя суда городского? В данном случае речь идет. Значит, вот это определение является документом официальным. Этот официальный документ, он возлагает на вас какие-либо... Какие-то, он ограничивает ваши права. Он же ограничил ваши права? Конечно. Но, более того, она внесла недостоверную информацию. Эта информация не подтверждается самими документами. Наш ничем не подтверждает. А это служебный подлог. И речь идет, в данном случае, о совершении судьей преступления. Служебный подлог. Но, внесение в официальный документ недостоверной информации. А если исходить из того, что речь идет о взвискании задолженности, то есть речь идет о денежных обязательствах. И цель тут сразу просматривается, да? Коммерческая, правильно? Найдите статью «Служебный подлог» и посмотрите. Это служебный подлог. Сообщение о совершении преступления прокуратуры? Следственный комитет. Ну, у меня тут следственные комитеты прокуратуры вообще не хотят ничего делать. А, ничего страшного. Вы, самое главное, обращайтесь. Потом к вышестоящему будете говорить. Мы с ними обращаемся. А они... У меня сложилось впечатление, что они находятся в коррупционной связи. Вот, смотрите. Исковое заявление-то где у нас? Сейчас мы посмотрим, где у нас исковое заявление. Это исковое заявление, да? Да. Отлично. Похоже на него. Будем считать, что это исковое заявление. Ну, они его называют. Мы же не можем по-другому назвать. Другое дело, что это исковое заявление оформлено с нарушением требований законодательства. Ну, где? Нарушение требований закона. Изначально. Вот мы сразу смотрим. Истец общества, управляющий компанией ДЭС Восточного Жилого Района. Отлично. Кто в лице... Кто выступает от имени общества? Выступает представитель. Правильно? Ну, в конце, да, представитель. Ну, значит, должна быть фамилия, имя, отчество указано. Адрес. Где? Фамилия, имя, отчество представителя, истца и его адрес. Нету? Нету. А вам говорят, что... Извините. А вам начинают говорить о том, что здесь подано соблюдение требований закона. Теперь. Они начинают проходить. Многоквартирные находятся в управлении общества УК ДЭС ВЖР. Прекрасно. Должно быть. Открываем 131 статью. Обстоятельства. Нахождение в управлении это обстоятельства. Где сведения о доказательствах? Сведения о доказательствах где? Нету. В приложении они приложили там это, список типа этих доказательств. Подождите минутку. Какой список? Откуда он у них список? А список-то у него откуда? Ну, они сами его сформировали в Excel и распечатали. Что под нашим управлением находятся такие-то дома. И все. А они на основании чего взяли? Вот это все, что они... Справка, паспорт, основная копия. Установить документы. Матюшенко. А где подпись этого человека, представителя УК ДЭС? Ну, вот это за корючка якобы. Ну, это они пусть у себя на лбу рисуют. Заявление подано. Это все. Им надо самим вчинять иск. Когда у вас судебное заседание, Антон? 12 февраля. Готовьте исковое заявление. Встречный иск или отдельный? Встречный иск или отдельный? Отдельный иск. Об устранении, об восстановлении положения существовавшего до нарушения. Они подали заявление с нарушением требований закона. Это надо срочно подавать. За 5 дней все подается. Вам как раз тоже, Игорь, можно подать. Восстановление положения. У меня сейчас он. Мы подали встречный иск. Они сейчас кувыркаются. Не знают, как от него отвязаться. Они его не рассматривают. А апелляционная инстанция смотрит. А встречное исковое заявление это не рассмотрено. Они возвращают обратно рассмотрение. А как они могут рассмотреть встречное исковое заявление? Суд первой инстанции. Если, скажем так, он уже принял решение, что заявление соответствует требованию статей 137-132. Значит, он такое решение принимать не может. Вот они здесь и все начинают кувыркаться. Образец иска есть? Есть. Все есть. Желающих нет. Я желающий. Я готов сутками этим заниматься. Вот и хорошо. Я не работаю, я видеоблогер. Я уже два с половиной года этим занимаюсь. Да? Отлично. Вот и будем собирать сейчас. Кто это вынес решение? Амельченко, мировая судьба. Женщина, что ли? Да. А почему она имя, отчество свое скрыла? Так она не то, что она там, я ее на видео заснял, как она без маски на рабочем месте сидит. Да, без маски-то плевать. Маска – это вопрос десятый. Меня интересуют документы, исполняющие обязанности. У вас сейчас, вот то, что она сделала, это является служебным подлогом. Заявление в квалификационную коллегию, а полностью профессионально, несостоятельно. Более того, в исковом заявлении не содержится сведения о том, что установлены права отношений. А у вас, и минутку, а у вас уже предварительно это судебное заседание прошло или нет? Не было ничего. Я случайно узнал, что ни по оповещению, ни извещению ничего не было. Случайно узнал, на сайт мирового суда зашел и увидел. Документы вам направляла, Амельченко? Ничего не направляла. А, ну она направили, а не этот, копию искового заявления. Я просто, ну… Определение, я спрашиваю еще раз. Определение она вам направляла? Присылала, в материалах дела присутствует. Отправляла по почте, я получил и отправил обратно. Вот это определение? Да. Ну я конверт не вскрывал. Она ничего не приняла. Почему она считает, что она вправе его рассматривать? Нет ни одного документа, подтверждающего установление правоотношений. Я вот смотрю, вот извините, ребятки, я может быть как-то по-другому смотрю. Первый документ, это документ, который удостоверяет установление правоотношений между сторон. 148-я статья Гражданского процессуального кодекса. Я законник. Извините, ничего не придумаю. Задача подготовки дела к судебному разбирательству. Установление правоотношений сторон. Правильно? Ну да. А в исковом заявлении ничего не написано про установление правоотношений сторон. Так в том-то и дело, полнейший беспредел. Ну-ка, а требования давайте сопоставим. Она здесь, наверное, подлог совершила? Здесь она говорит, обзыскание задолженности за содержание и ремонт жилого помещения. А выносил этот приказ судебный, она же выносила? Нет. Король Елена Петровна. Они ее, я же это, у нее дело выиграл по административке. Ее тут же в отпуск отправили. И, соответственно, назначили на ее время отсутствия вот эту Амельченко. И Амельченко вынесла. Ну вот смотрите, и здесь, значит, а взыскать, что тут взыскать по оплате за содержание, не за содержание, по оплате содержания жилого помещения, так вот же у них какое требование. Это совершенно другое. Вот оно требование. Первое, второе, третье. Я правильно понимаю? Ну да. А она что пишет? Она-то почему пишет по-другому? Ну потому что нечего написать. Как умеет, так и пишет. Да мне не интересует, как она умеет. Она должна писать. Нужно быть написано требование, закон предписывать ей, указать требование. Она пишет о взыскании задолженности за содержание и ремонт жилого помещения. Каким образом мы можем убедиться, что вот это определение связано с исковым заявлением? Каким? Никаким. Извините, это реквизит обязательный для данного вида доказательств. Она специально рвет. Связь между документами она рвет. И чем больше таких разрывов, тем больше возможности мошенничать. Значит так, давайте, ребятки, насколько я понял, Антон, вам нужен документ, как этот? Как? Образец. И мне тоже. И мне. Давайте так, уважаемые участники площадки. Документы, вот я, честно говоря, сразу скажу, мне, вот я ими делюсь. Почему? Потому что у меня этот срач, который происходит в стране, он уже достал. Поэтому, чем больше будет людей, которые подключатся к разрешению проблем, тем лучше. Я не жалею эти документы. Какие есть у меня документы, я вам направлю. Как нужно этими документами распоряжаться, я расскажу. Как действовать в суде, чтобы этих погонь, которая сегодня там скопилась, она почувствовала, что мы, граждане страны, гораздо жестче относимся к той ситуации. Я вам все расскажу. Поэтому и беспокоиться не надо. Давайте передаю до трех часов. Три часа встречаемся, и я подготовлю вам документы. Договорились? Добро. Спасибо. Благодарю. Давайте, Антон, с вас и начнем. Там мы на чем остановились? Какие дальнейшие действия? Что там, иск надо какой-то подавать? А подскажи, в чем суть ИСКО? Заявить, что она вообще не имела права в таком виде принимать? Сейчас все, зачем? Документы откроем и будем разговаривать. Добро. Мы же это, никуда не торопимся. До следующей пятницы мы совершенно свободны. Я правильно понимаю? Ну, как бы и да, и как бы и нет. Надо много видео монтировать. Ну, вот. Ну, только познакомимся, и вроде бы как. Да, да, и как и нет. Давайте нашего внимания Виктора беречь. Потому что Виктор, он молодец такой, что его надо всегда только умасливать, а не говорить там, подгонять. Как у него есть возможность радоваться этому? Вот я и радуюсь. Все, молчу. Как помните в фильме это, кинза-дза, радоваться. Вот мы, значит, подаем исковое заявление в оставление положения, что существовало до нарушения права и пересечения действий, нарушающих процессуальные права заявительницы. И о чем идет речь? Дело в том, что речь идет о том, что исковое заявление подано иском без соблюдения требований, установленных статьями 131-132. Любые действия, нарушающие наши права, должны пресекаться сразу, незамедлительно. Любые действия, которые нарушают наши права. Поэтому было подготовлено вот такое заявление на 18 страницах. Вы, в принципе, можете готовить. Здесь все готовое, только возьмите там те места, которые надо, подкорректируйте, и, пожалуйста, у вас фактически готовый документ. Единственное, что у вас могут возникнуть вопросы, связанные с содержанием самого искового заявления. Вот здесь надо поработать. Нужно знать четко, где эти обстоятельства и как определить, что нарушены ваши права. Вот я сейчас... Так, давайте как раз Антон прислал мне документ. Вот на его документе мы как раз эти вопросы и обсудим. Антон, вы присылали мне документ? Да, я правильно понимаю? Материалы дела? Ну да. Да, рассматривали. Вот сейчас мы как раз на вашем документе и посмотрим, какой это, я не знаю, где он, который у нас лист, где исковое заявление. Сейчас я его открою. Быстрее движемся. Мы ее оборзели просто-напросто. И эти судьи оборзели, и эти рисуют здесь всякую. А, вот он, исковое заявление. Вот давайте, на нем мы как раз ими потренируемся, чтобы было понятно, о чем идет речь. Видно документ? Да, да, да. Давайте начинаем по порядку. Сейчас я дополнительно еще открою нормы процессуального права, чтобы было понятно. И мы будем сразу сверять. Давайте смотрим. Вот 131-е. Форма и содержание. Форма и содержание. Смотрим. Ну, письменная форма соблюдена, поэтому у нас претензий к ней нет. Далее. Наименование суда, в которое подается заявление. Там есть. Наименование истца, его место жительства, или, если лицом, ее адрес. Смотрим, есть или нет эти сведения? У меня нет. Здесь общество с ограниченной ответственностью. Вот управляющая компания ДЭС Восточно-Жилого района. Адрес есть. Понятно, да? А то, что само название общества не соответствует выписке ИГРЮ, на это надо обращать внимание? Обязательно. У меня вообще такое название. Они вообще по-разному везде пишут. Оно сокращено название УК ДЭС ВЖР. Полная управляющая компания Дирекция Единого Заказчика Восточного Жилого района. Ну, ребят, 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 остановитесь. Стоп, стоп, стоп. Давайте так. Давайте будем... Значит, вот есть вопросы, которые мы должны оценивать на стадии принятия искового заявления. Там объективно название другое. Это вопрос третий. Сейчас вопрос в следующем. Сведения о каком-то обществе есть в его адресе? То есть формально исковое заявление в данной части соответствует требованию закона. Правильно? Ну, формально, да. Да, да, да. Да, но законы еще предписывают, кроме этого, указывают, что наименование представителя, его адрес, если заявление подается представителем. А заявление подается представителем. Правильно? Да. Да, да, да. Отлично. Раз заявление подается представителем, тогда что? А где? Сведения о представителе и его адресе? У меня представитель есть, а адреса нет. И тут, а тут? Тут вообще нет. Да. Но, если у вас есть представитель, там должно быть тогда полная фамилия, имя, отчество. Только инициалы везде, всегда. Все, все. Как только появляются инициалы, извините, статья 19, должно быть указано полное имя, отчество. Подтверждение. Булгаков Антон Николаевич. Да, и адрес указан, и год рождения, и... И адрес, и год рождения, и все есть. А свои-то данные, почему они скрывают? А что, они особые, что ли? Поехали дальше, чтобы нас не затеркнулось. Дальше. Смотрим. Ну, адрес я сейчас не буду здесь Антона смотреть. Ну, как бы, исковое заявление о взыскании задолженности за содержание и ремонт жилого помещения, предоставленные коммунальные услуги и прочие услуги. Минутку. Ну, это как бы тоже вопрос. Пока запоминайте, Антон, вот это, вот это. Название искового заявления, которое не соответствует требованиям закона. Я уже говорил, что иск, требования, исковые требования должны быть, вот они указаны, взыскание задолженности, исковое заявление о взыскании задолженности по оплате жилого помещения. И далее, ну, и может быть, коммунальных услуг. А, есть. Виктор, а если у меня уже в порядке искового производства, но такие же, которые в порядке приказного? Они такие должны быть. Ну, ведь это же в порядке искового уже, неприказного, не мировым судом, а районным. Какая разница? Ну, как бы, перечень вот этих вот вещей, это же вот написано, название статьи-то какое? 122. Ну, это рассматривает кто? Судебный приказ. А это же не судебный у меня приказ, а исковой приказ. Ну, значит, вы не до конца. Смотрите, Игорь, я не знаю, кто у вас, или вы неправильно понимаете. Отмена судебного приказа. Закон надо читать полностью, по порядку. Отмеряется. Заявленное требование может быть предъявлено в порядке искового производства. Понял. То есть, заявленное требование в порядке искового производства. 122 и 129 в их системной связи. Здесь у нас что? Какие требования? Требования, которые законом не предусмотрены. Правильно? Значит, исковое заявление должно быть изменено. Определение суда должно быть изменено, приведено в соответствии с законом. Антон Сусти, да? Да, конечно, внимательно слушаю. Я слышал. Вот эти все вещи должны быть устранены до рассмотрения дела в судебном порядке. Порядки искового производства. А сейчас они у вас не устранены. Ну, давайте будем дальше. Смотрим, что должно быть. Давайте будем смотреть. Давайте по порядку. Так. 129 я вам прочитал. Опять возвращаемся в 131 статью. Содержание. В исковом заявлении должно быть указано, в чем заключается нарушение. Вот это есть? Требование? Нет. Нет, ну, у меня написано. Нарушил статью жилищного кодекса. Какую нарушил? 134 или там какую? Ну, статью, где там есть обязанность платить. Это же КХ. Нарушил закон. Нарушил закон? Так и написано? У меня так же вроде написано. Закон нарушил и нарушает права. Наносит ущерб зданию вообще. Да кому-то тут при чем? Ну, я сам в шоке. Я не знаю, как можно. Вот, получается, все перестали платить, и здание разрушилось. Итак, мы не разговариваем в шоке, не в шоке. Давайте так. Нарушение, должна быть формулировка. Нарушение прав, нарушение либо угроза нарушения прав или законных интересов ИСА заключается в чем? Вы должны взять и прочитать. У них такой формулировки вообще нет. Да. Нарушение прав, они формулируют просто космоязычно, специально, чтобы ничего не поделали. Ну, да. Вот смотри. Вот у меня исковое написано. Значит, соответственно, с пунктом первой статьи, пусть первая статья 153 ЖК, граждане организации обязаны своевременно полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Ну, давайте мы сейчас не будем пока, Игорь, я не вижу вашего документа. Давайте мы по одному, а то если мы так будем это все размазываться, мы потом все в кучу свалим и ничего не разберемся. Итак, пункт четвертый тоже не соблюден. Теперь давайте будем разбираться с пунктом пятом части второй статьи. Обстоятельства, на которых истец основы цветриония, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Вот это. И вот здесь мы должны с вами расчехвоститься. По порядочку идем. Открываем. В соответствии со статьей, управляющая организация обеспечивает надлежащее содержание и ремонт строения. Его инженерное оборудование, место общего пользования, обеспечит предоставление коммунальных услуг. Что о чем говорит данная часть ИСКО заявления? Что управляющая организация совершает какие-то действия, какие-то обстоятельства. Правильно, Антон? Нет, не согласен. Тут говорится про закон РФ. Здесь говорится, что управляющая организация обеспечивает надлежащее содержание и ремонт строения, его инженерное оборудование, далее по тексту, в соответствии со статьей 162 ЖК. Ну, цитата из закона, а что они делают, не написано? Да подождите вы, при чем тут цитата из закона? Любая даже цитата из закона содержит что, Антон? Так накручено. Содержит ссылку на закон. Забавно. Слушайте, вот я до этого не знал. Давайте сделаем вот как. Антон, вы, видимо, недавно, Игорь. Значит, давайте по порядку. Первое. Обстоятельства. Это обстоятельства. Давайте посмотрим, что такое обстоятельства и определимся, наконец. Потому что это очень важно. Многие не понимают, даже судьи у нас не понимают, что такое обстоятельство. Обстоятельства. Второстепенный член предложения, зависящий от сказуемой, обозначает, что обозначает? Признак действия или признак другого признака. Признак действия. В данном случае речь идет о действии и его каких-то признаках. Совершение либо несовершение действия. В первую очередь нас интересует, что речь идет о действии. Смотрим. Наш утверждение. Она, первое предложение, указывает на то, что управляющая организация, непонятно, правда, какая, должна была быть указана истец, а то тут какая-то управляющая организация. Но здесь можно уточнять. В любом случае, управляющая организация, что делает? Что делает? Обеспечивает надлежащее содержание и ремонт какого-то строения. Его инженерного оборудования, место общего пользования, обеспечивает предоставление коммунальных услуг. То есть, обеспечивает это действие. Правильно? Нету сомнений. То есть, есть какое-то действие. Есть утверждение управляющей организации о совершении каких-то действий. То есть, указывают какие-то обстоятельства. В данном случае, обстоятельства. Вот. И должно быть далее, что подтверждается, чем? У меня проколом написано. Не, минутку, минутку. В законе указано требование отразить обстоятельства и указать доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Но тут почти ничего не приложено. Тут обстоятельства указаны, а доказательства не представлены. Нет, сведения о доказательствах. Вы подождите, давайте, ребятки, четко должны понимать. Сначала, что указывается, четко читаем. Обстоятельства и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Мы должны прочитать исковое заявление. Из искового заявления узнать обстоятельства, на которых основываются его требования. И чем он подтверждает эти обстоятельства? Какими документами подтверждается? Никакими. Нет договора. Сейчас речь идет, давайте так. Мы сейчас не будем определять вопрос. Не то, что там, что он приложил. Мы говорим о том, что должно быть указано в исковом заявлении. Пример. Я, предположим, я оформил вам заявление, да, восстановление положения, там, вот, которое сегодня. Что подтверждается самим заявлением, которое я направил Игорю и Антонову? Да. Понятно, да? Угу. То есть сейчас идет перечисление обстоятельств и подтверждающих эти обстоятельства доказательств. Правильно? Совершенно верно. Вы должны взять исковое заявление, и вам должно быть из искового заявления все понятно. Значит, он осуществляет управление там, он предоставляет коммунальные услуги, что подтверждается такими-то, такими-то документами. Это первая часть. Потом вы берете, значит, подтверждается такими, такими документами, копии которых прилагаются. В приложении указаны документы, так? Которые подтверждают обстоятельства, да? И эти документы направляются в суд и другой стороне, то есть ответчику. Ну, мы сейчас идем по порядку. Мы разбираемся, есть сведения о доказательствах, которые подтверждают эти обстоятельства, или нет? Вот это самая, получается, основная часть искового требования. Совершенно верно. Речь идет, смотрите, что, чтобы вам было, Антон и Игорь, чтобы было понятно. Судья признает заявление, поданное в соблюдении требований закона, хотя фактически заявление не соответствует требованиям закона. Речь идет о служебном подлоге. И служебный подлог направлен на что? На неосновательное обогащение при обретении денежных средств ответчика, да? Безустановленных законом и сделкой оснований. Вот на что направлены. А мы обязаны пресекать. То есть мы должны выдергивать это, сказать. Так вот, тут указано, что она что-то там обеспечивает. Однако доказательства, подтверждающие факт того, что истец обеспечивает надлежащее содержание ремонта строения, его инженерное оборудование, далее по тексту, место общего пользования, обеспечивает предоставление коммунальных услуг, высказав заявление, своего отражения не нашла. Да? Не нашли. А уточнение. А не может ли она сказать, что, ну ведь в приложениях-то вроде бы как оно есть, или обязательно должно быть в самом заявлении? Подождите, мы дойдем до того момента. Куда вы торопитесь? Нет, подождите, почему вы не молчите? Вы поставили, я вам говорю, как нужно отвечать. Мы дойдем до этого? Ну давайте вернемся. Я же ничего не придумаю. Давайте 131-го откроем. Вот она, смотрите. Вот, вот, вот. А потом идет перечень прилагаемых заявлений документов. Пункт 8. Нет, тут же ясно написано. Обстоятельства и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Если она говорит, ну там же что-то приложено. Я, знаете, я в это, в прошлый год, по-моему, в феврале. В прошлый год, в феврале, да, был тут, в суд пришел. И там какой-то придурок приперся тоже. И он там тоже так же вот это ничего не показал. Ну, на стадии уточнения оснований исковых требований. Я его там в цирку устроил. Я говорю, вот вы здесь вот пример привожу, да. Ну давайте вот я сейчас вам задам вопрос. Раз вы говорите, да, вот, Игорь. Вот я вам задам. Вот здесь написано, что управляющая организация обеспечивает там содержание, ремонт и предоставление коммунальных услуг. Вы согласны с этим, Игорь? Я, с точки зрения, смотря, с какой точки зрения. Как ответчик, я не согласен. Я читаю, ну, предположим, рисковое заявление вы подали. Я вам задаю вопрос. Вы согласны с тем, что в абзаце 1 вы указываете, что управляющая организация обеспечивает и далее по тексту? Ну, я согласен. А я нет, не согласен, ничем не подтверждено, нет доказательств. Да подождите вы, Антон, вы куда-то дальше бежите. Мы сейчас говорим про отражение сведений об обстоятельствах. Обстоятельства указаны? Указаны. Антон? Ну, есть действие, то есть обеспечивает. То есть на обстоятельства ссылка есть, правильно? Да. То есть мы здесь не спорим, вот мы здесь все втроем смотрим, есть указания на какие-то обстоятельства. А сведения о доказательствах, которые подтверждают эти обстоятельства, где? Нету. Как в практике, в практике в приложении. Нет, подождите, отлично, отлично, хорошо. Я говорю, он мне так и сказал, так вот в приложении. Я говорю, ну ладно, давайте посмотрим в приложении. Вы же говорите в приложении, это же я сказал, правильно? Ну да. Ну, отлично. А мы этого и добиваемся нам, то ведь и надо важно знать. Мы же ничего не придумываем. Да мы и не обязаны придумывать, мы должны действовать одинаково. Согласны? Да. Ну, раз согласны, так давайте будем смотреть. Вот оно. Ну вот приложение, сейчас я покрупнее сделаю. Я вам сейчас просто демонстрирую ваши приемы. Ну, отлично. Вот у вас здесь 11 приложений. Согласны? Перечислено 11 приложений. Согласны или нет? Да. Да, да, да. Антон. Допустим. А что, допустим? Либо да, либо нет. Ну, перечислены какие-то, но мне вот 11... 11 документов указаны, правильно? 11 не нравится, на 5 листах неизвестно чего. Да я не спрашиваю. Указаны. Согласны, что 11 пунктов в приложении указаны? Согласен. В каких-то документах? Согласен. Первый абзац каким документом подтверждается? Обстоятельства, указанные в первом предложении, первого абзаца. Какими документами подтверждается? Вот из этих 11 пунктов. Называйте мне. Никакими. Ну, пусть Антон скажет. Никакими. Это должен вам сказать истец или представитель истца. А знаете, он как говорит, ну, в самой бумажке-то есть, если они есть. Отлично. Отлично. Прекрасно. В какой бумажке есть? В данном случае, я думаю, нет. Не, подождите минутку еще раз. Вы слушайте внимательно. Я ведь вам не просто информацию даю, я вам показываю приемы работы с информацией. У вас на стадии предварительного судебного заседания, ну, если оно уже там перешло, скажем так, в стадию, я не знаю, у вас там подготовка или предварительное, да, судебное заседание, Антон? Не было ничего. Ну, назначено-то какое заседание? На все вынесение решения, типа, будет 12 февраля. То есть, по существу рассмотрение-то было или нет? Нет, в упрощенку перевели сразу, и 12 февраля принято решение без рассмотрения сторон. Вот, так вот, про это и речь. Про это и речь. Вы подаете сейчас исковое заявление, потому что, мало того, вы сейчас должны, вот сейчас уже готовить кучу заявлений о разъяснении решения суда. Определение она вынесла? Вынесла. Она признала? Признала. Пусть она дает вам сведения о документах, которые подтверждает Матюшенко, да, если это нет. И там, как ее зовут? Омельченко. Омельченко. Вот Омельченко. Ну, вот пусть она и дает разъяснение. Пусть укажет, какими доказательствами подтверждаются обстоятельства, указанные в первом предложении на странице 1, первого абзаца на странице 1 искового заявления. Мне она вообще запрещает говорить о протоколе. Кто запрещает? Судья. А она кто такая? Вот она. Мапка. Подождите. Просто говорит. Мы, говорит, взыскиваем с вас деньги. А то, что протокол вы не обжаловали, идите отсюда, типа, сейчас выгоню вас. Игорь, а вы терпите что? А ты кто такая? Ну, а ты, извините, Игорь, говорите. Ты кто такая тут сидишь, мне не обжаловали? Дура, что ли? Ну да, я просто понимаю, что следующее движение. Я сейчас тебе покажу, какая я дура. Сейчас я тебя выгоню, ищу штрафы. Выгоню. Выгоню с тобой. С тобой в одном зале находиться позорище, блядь. Сидишь здесь, щеки надуваешь. И не надо их бояться. Ну, я примерно так разговариваю, только вежливо. Ну, а здесь-то, извините. Она говорит, а ты что, заранее предала этому протоколу заранее установленную силу, что ли? Да, да, да. Ну, давай, вынеси. Так это, вам можно по-другому, можно хорошо. Она запрещает, а ты не имеешь еще и запрещать ничего не можешь, твое дело, извини. Нет, она запрещать вам ничего не умеет, право. Она прямо говорит, я вам запрещаю. Она прям прямым текстом не стесняясь про такое дело. А ты скажи, а я тебя в жопу посылаю со своими запретами. Потому что твой запрет должен быть основан на законе. Норму окажешь? Нет. Да пошла ты в жопу вместе со своими запретами. Я вам делаю второе замечание. Да, хоть я тебе делаю замечание. Вот когда мне говоришь, я второе замечание, это я вам второе замечание делаю. Вы забыли про конституционные права. Мое право высказывать свои мнения по всем вопросам. Читай внимательно. Бу**, а туда же лезешь. Матью натянула. Я один раз четыре замечания сделал. Правильно. Да не замечание, а предупреждение. Как процессуально с этим бороться? Понятно, что мы можем ввести то, что придет пристав и как бы все закончится. Процессуально как работать? Готовить документы процессуально. Процессуально просто зачитывать на стадии ходатайств. Не слушать, что она там говорит. Я запрещаю. В диалоги можно не вступать. Ну то есть она говорит, присаживайтесь, я не присаживаюсь и продолжаю дальше. Позвольте, что значит присаживайтесь, я не закончил. Я не закончил. Она говорит, присаживайтесь. Отлично, я присаживаюсь, я не закончил. Все, присаживайтесь. Вам замечание. Нарушайте порядок. Подожди минутку. А на сколько ей лет, эта д***ь? Этой д***ь примерно 50 лет. С дерева-то спросите, да, я бы спросил. С дерева давно спустилась? Нет, еще раз, смотри. Смотрите, ребят. Вот эта холопская привычка, вот этой пятидесятилетней, она подбирает? Ну да. Она последнее судебное заседание взыскала суд расходы со стороны, который выиграл полностью Дева. Ну, так возбуждайте, требуйте, возбудите в отношении ее уголовного. Уголовное дело. Мы потребовали не рассмотр. Нет, а вы кому требовали? Следственный комитет направляете. Только не в городской, а в вышестоящей. Вы скажите, я обнаружил, что у нее коррупционные связи здесь-то вообще у вас. Вот я вижу под документом, это коррупция. Она участвует в коррупционной связи. Вот это заявление точно показывает это. Ну, давайте, мы с вами определили, здесь нет этого доказательства, правильно? Нет. Поехали дальше. Ну, давайте возвращаемся обратно. Следующее, второе. Из требования задолженности собственников, не выполняющих свои обязательства, что-то тук-тук-тук, одна из функций управляющей организации. Где написано это? А где она истребовала? А где доказательства, подтверждающие, значит, что она выполняет какие-то функции управляющей организации? Вот одна из функций управляющих. Какая одна? По карманам шарится, что ли? Ну, да. Они, в принципе, почти уже это не скрывают, как бы, не утруждают себя каким-то доказательствам. Да, мы должны их посылать в жопу, да и все, пошел ты, скажи. Многоквартирный дом находится в управлении. Да правда, да ладно? Точно, что ли? А доказательства где? Тудья прямо на заседание говорит, идите на сайт, и там все есть. Вот и посылай этих дружков на сайт. Там деньги, я могу даже сайт, так сказать, вот обычно, на сайте там и деньги пусть возьмет. На своем сайте. Умница нашлась. На сайт она посылает. Может, тебя послать куда-нибудь? С твоей мантией. Колхозница, блин. А сейчас они еще прикрываются штрафами. То есть, они мало того, что бандитствуют, они еще, ну, как бы, деньги прислуживают за оскорбление, так называемое. Где, в чем оскорбление? Ну, а это уже на их усмотрение, по внутренней. Еще раз, минутку. Мы читаем Конституцию. Права и свободы обеспечиваются правосудием. Я не вижу здесь правосудия. А, не видим. Где это? Ты что себе это присвоила? Присвоила себе полномочия, что ли? Так я тебя предварительно, извините, я подаю заявление об отводе. Я тебя лишаю твоих полномочий. Ты для меня никто и звать тебя никак. Поехали дальше. Ладно. Понятно. Ну, вот по каждому, по каждое предложение мы требуем многоквартины. Находится в управлении. Хорошо, отлично. Давайте, чем подтверждается, ребята? Давайте, говорите. Чем? Ну, скажите доказательства. Это где? Нету ни решения, ни договора. Нету. Да я не знаю. Пусть не мы должны говорить, они должны нам говорить. У них полномочий нет. 148-я статья. Установление правоотношений. Они про правоотношения ничего не говорят. Они про правоотношения ничего не говорят. Перед нами воровская команда. Коммерческая. Которая крышуется органами власти. Что мы видим? Коррупционные связи между коммерческой организацией и органами власти на территории города. Вот я лично так вижу. Так или нет? Так точно. Ну, все. Любые действия коррупционной направленности. Мы об этом и говорим. Так вот, ребятки. По каждому вот этому. Мы должны по каждому обстоятельству должны отражать свое фи гневное. Вы с кого? В данном случае. Конечно. Я же вам направил образец. Ага. Каждому. Вот я, смотрите. Открываю. Смотрите. Исследовав представлено обществом заявление. Заявительница приходит к выводу о том, что общество подало заявление без соблюдения требований установленных. Чем нарушило права заявительницей. Чем нарушило права заявительницы на получение такого заявления, соответствующего требованиям указанных норм законодательства о гражданском судопроизводстве. В чем заключается нарушение права? Заключает нарушение права заключается в том, чтобы общество подало заявление без соблюдения требований установленных статьями 131-132. Ну, ясно, да? Да. Антон? Да, да, да. Ясно это. То есть мы-то соблюдаем требования закона или нет? Да, мы молодцы. Мы соблюдаем пункт 4, часть 2, статьи 132. Общество подало. В чем заключается нарушение? Если ей нужны эти слова, да она пусть у своих дружков спросит, а где в их заявлении об этом написано? А то она что-то как-то, когда мы подаем, вот это вот сейчас вот мы написали это заявление, это значит сегодня 2 месяца где-то чего-то думала башкой своей, вернула нам, значит вернула все документы. Я сейчас сижу, прикалываюсь над ней, над этой, которая вынесла это определение. И далее мы начинаем разъяснять вот у нас нормы права, которыми мы руководствуемся. Ой, это такой труд, это прям у меня мозги кипятся. Вообще. А что они кипят? И вот по порядку. Так, согласно требованию указанного пункта 2, в искусстве должны быть указаны именования из своего места жительства, мы, да, исследуя оцену его поданное заявление по правилам, основным частью 5 ст. 67, заявительность установил факт того, что в нем отсутствует сведение о наименовании имени отчества представителя общества, его адресе, тогда как заявление подано представителем этого общества, что подтверждается. Ну, в принципе, давайте, как сказать, обобщим, что вот надо те пункты, которые у нас совпадают, и те пункты оставить в исковом, и отправить, правильно? Нет, надо все отражать. Ну, все отражать, да, все отразить, все, что... Почему? Потому что... Смотрите, Булгаков Антон Николаевич зарегистрирован, чем подтверждается? Является собственником, чем подтверждается? Вот видите, смотрите, вот она здесь, указанный факт подтверждается выпиской из ГНН. Опаньки! Антон, видите? Вижу, вижу. Вот здесь они правильно сделали. Вот эту часть, вот эту часть, они сделали более-менее правильно. Так и вот эта часть должна быть точно так же сделана. А, Виктор, еще такой момент. Ссылки на известные, так сказать, публичные вещи нужно доказывать как доказательство. Вот говорят, есть публичные вещи, которые, например, общеизвестные, которые, на которые доказывать не требуется. Какие публичные вещи, которые общеизвестны? У меня, например, ссылаются на решение муниципалитета о установлении тарифов. Тарифы на услуги за соответствующий период установлены ниже указами по становлениями администрации городского округа. Прекрасно. 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 И, как бы, говорят, вы читаете. Прекрасно. Документ где? В газете. Подождите минутку. Что значит в газете? Часть пятая статьи 67. Документ должен быть, доказательство. Это первое. Минутку. Вы вопрос поставили, я объясняю. Да. А кто такая администрация для вас установила размер платы-то? Кто она такая? Вот так вот они пишут. Минутку. Тариф установлен. Да. Они могут хоть что устанавливать. В этом, там установлен тариф. Он, значит, они установили тариф. Собственниками этот тариф согласовали? Ну, в поддельном протоколе они написали, что тариф устанавливается администрацией. Отлично. А собственники в этом протоколе есть? Нет, конечно, нет собственников. Есть голоса. Есть голоса, которые неизвестны. Голоса, которые, это, голоса в голове, в башке у того, кто представляет этот документ. У него в голове раздались голоса, и он у нас оформил протокол. Так вот, специально этому прибыль объясните, давай мне документ, в котором указаны собственники, принявшие это голосование. Только тогда я смогу обжаловать это решение. Нет собственников. Ты сам себя наделил полномочиями, а раз ты сам себя наделил полномочиями, иди, читай 183 статью и сам плати. Тебе никто такого, тебя никто полномочиями не наделял. И вот сейчас, Антон, уже здесь вы должны писать заявление. Виктор, вы точку, смотрите, а если я обжалование, как они просят, чтобы получить именно то, в котором написано, что должны быть сведения о собственниках. Могу я его приобщить? Или это избыточно? Да, делайте по-другому. Вот берете тот протокол, в котором указана какая-то херня, да? Копируете, переделываете текст на противоположный и приносите, а у меня вот такой протокол. А это не будет это основанием преждения уголовного дела? Нет. Ну, то есть, там просто нарисовать от балды фамилии, да? Почему от балды? Вы берете полностью, копируете тот протокол, который представляет управляющая компания. Только решения противоположные. Ага, понятно. Можно слово вставить, народ? Да. Народ, ну вы что-то с темы на тему прыгаете, Игорь. У меня к тебе просьба. Игорь уходит в сторону. Игорь, дайте, пожалуйста, два слова сказать. Два слова. Пожалуйста, не перебивайте. Игорь, пожалуйста, не уводи в сторону. Дай мне пообщаться с Виктором. Именно вот тут три бумажки всего-то, три страницы. Хорошо. На какие моменты обратить внимание, чтобы я быстро взялся за иск? А то уже час болтаем, и дальше первой страницы не ушли. Отлично, все, давайте двигаемся. Значит, второй абзац более-менее нормально. Его можно оставить. Здесь как раз указанный факт подтверждается, выписка из АГРН. Единственное, должно быть очень четко написано, какой выписка из АГРН. Полностью название. Название должно соответствовать названию документа. Копию свидетельства государственной регистрации права, точно так же реквизиты этого документа. Ну, будем говорить, что здесь тоже, скажем, доказательства. Не отражены реквизиты надлежащим образом. Справка паспортного стола точно так же. Справка паспортного стола. Дальше я потом расскажу, чего еще не хватает. Ну, давайте мы по порядку. Оставим второй. Предположим, второй у нас абзац устраивает. Двигаемся дальше. Сложность вызывает вот именно там, где ссылка на законы. 153-155, правильно, да? Угу. Антон. А в чем сложность? Ну, здесь же тоже перечислены указанные обстоятельства. Это тут же написано. Плата за жилое помещение вносится тогда-то, тогда-то, если иной срок не установлен договором управления. Чем подтверждается факт того, что иной срок не установлен договором управления? Договором управления. Ну, договором управления. Доказательства, где подтверждающие, что иной срок не установлен договором управления. Меня больше смущает, что непонятно кем вносится плата. Доказательства. 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 Субтитры создавал DimaTorzok